Ну вот, интересные новости, которые дают нам пищу для размышлений. Партия Зелёных обратилась в НКС-фирму, чтобы взыскать членские взносы со своего члена партии. Что за этим совсем стоит? Конечно, за этим стоит реальная цель политиков, а именно получать доход от своей политической деятельности с тех, кто поддерживает эту политическую деятельность. В данном случае Партия Зелёных не является парламентской партией, она не получает из госбюджета финансирование. Поэтому единственный источник дохода это членские взносы. И вот, если какой-то член отказывается платить, то они имеют право взыскать эти членские взносы в принудительном порядке. Пожалуйста. Ну где же тут добровольность? Где же тут, скажем так, идеологическая зрелость? Может быть, да, действительно искренняя поддержка партии. Человек не хочет по какой-то причине иметь дело больше с зелёными. Может быть, разочаровался ещё что-то. Но зелёные, они уже его держат на крючке. И вот таким образом принудительно взыскивают деньги. Поэтому, что мы видим, что, конечно, добровольность, добровольность, вот, добрая воля, как бы отношения, построенные на обоюдном желании, они очень редки. Редки, да, редки. Парламентские партии получают из госбюджета финансирование. Тоже ведь странная ситуация. Никто не ставит это под сомнение. А надо бы поставить. Потому что, ну что же, если у вас есть члены в партии, ну пусть они и финансируют свои партии. Они же получают зарплату. Ведь, как раз, вот эти членские взносы явились бы чем? Неким доказательством, подтверждением высокого уровня жизни. Который обеспечивается в целом политикой. Раз, с одной стороны, если это правящая партия, например. А с другой стороны, если это не правящая партия. Так называемая оппозиция. То членские взносы показали бы желание людей перемен. То есть, люди бы финансировали оппозиционную партию. Для того, чтобы она пришла к власти. И поменяла бы какой-то курс политический, идеологический и так далее. Ну вот так вот, в теории. В принципе, логично. Но на практике что мы имеем? Мы имеем дело с системой власти и подчинения. С тем, что пользуясь властью, партии получают финансирование свое. И благодаря этому финансированию они что? Осуществляют. Осуществляют пропаганду. Проплачивают рекламу. Ну вот так вот подкупают. Кого надо, да? Журналистов. Какие-то организации некоммерческие. Которые потом будут за них голосовать. То есть, по сути, вот это мошенническая схема на самом деле, да? Но никто не ставит это под сомнение. Все это принимают как бы спокойно так. Как будто так и должно быть. Мы очень много принимаем так, ну, как должно. Я... Вот у меня, например, очень много времени уходит на саморазвитие. И это время пролетает незаметно. Творческий процесс, мой мыслительный процесс занимает очень много времени. Поддержание интеллектуальной формы. Психического здоровья своего. Так же, как и физического здоровья. Все это связано, мы знаем, да? Психосоматика практически. Все наши болезни психосоматические. Расстройства, да, и так далее. Масса времени уходит на это. Чтобы быть в хорошей, в отличие, в прекрасной психологической форме. Вы можете себе представить, чтобы большинство людей этим занималось? Нет. Почему? Потому что в условиях экономического концлагеря это практически невозможно. И что нам предлагается? Нам предлагаются некие лекарства. Например, конечно, если человек... Скажем так, вот как поднять ему настроение? Понимаете, вот симулякры психического здоровья, я бы сказал так. И в том числе общественного психического здоровья, да, которое складывается из психического здоровья отдельных его членов общества. Так вот, всевозможные юмористические программы, да, комики, юмористы. Посмотрите, как их много на всех каналах. Им платят очень щедро, очень хорошо платят, чтобы они создавали эту... Вот были этими симуляками. И человек вместо того, чтобы шутить самостоятельно, да, иметь веселый взгляд на вещи, который является признаком психического здоровья. Потому что чувство юмора, веселость, смех, радость жизни, да, улыбка на лице, это признак психического здоровья. Когда человек все, ну, улыбается, смеется, шутит, острит, юморит, полон энергии, да. Признак здоровья психического. Люди ведь так себя не ведут, посмотрите. И они получают вот эту дозу извне, да. Я бы сказал, вот этот юмористический инсулин у них не вырабатывается самостоятельно. Они получают эту дозу с какими-то вот этими уколами юмора. Такой... Вот. И, конечно, о чем это говорит? О нездоровье. О нездоровье общества, когда слишком много на телевидении вот этого, вот этих комиков, да. Вот. Дальше. Певцы. Артист всевозможного. Разных жанров. То же самое. Ведь вы поймите, что наша цель, цель нашего существования, это раскрыть свой безграничный творческий потенциал. Для этого нужно принять себя. Для этого надо развиваться, учиться, заниматься собой, да, и так далее. А вот, многие это делают? Нет. Опять мы получаем вот этих вот, извне, все извне, да. Чужое творчество. Чужие песни. Чужие голоса. Мы не слышим голос своей души. Мы не раскрываем свой потенциал. Мы не слышим музыку своей души. Мы сами не отчуждаем вот это вот музыкальное творчество. Это творчество, к примеру, да. Но это тоже часть жизни, обязательно. Опять. Посмотрите, какое количество концертов. Бесконечное, да. Одни и те же песни поют. Одни и те же люди нас сопровождают всю жизнь. Одни и те же певцы. Или новые приходят, поют старые песни. Почему? Потому что, ну, вот уже шоу-бизнес, мафия. И они за это деньги получают. За эти песни свои. Короче говоря, да, и это и ненормально, что одни и те же песни поются. Потому что это как навязчивые мысли, да. В принципе, все очень быстро устаревает и надоедает. Поэтому необходима новизна. А новизна что? Вот для этого нужны творческие люди. А творчество может развиваться только в праздности. Я хочу сказать, вот, творческий человек не должен пахать. К сожалению, это факт. Вот, для этого нужно трансовое состояние. Альфа-тета волны мозговых вибраций. Для того, чтобы человек занимался творчеством. Вот, дальше. Да, и вот нам опять эти уколы вводят. Музыкальный инсулин, да. И, ну, и так далее, и так далее. Всего, чего не коснитесь. В результате человек не живет своей жизнью. В предыдущем ролике я говорил о том, что счастливый человек живет так, как он считает нужным. Живет своей жизнью. А не чужой жизнью. И кумир у счастливого человека один. Это он сам. Вот, поэтому, когда еще, когда еще сказали, не сотвори себе кумира. Кому это сказали? Психически больным людям. Тогда уже психическое нездоровье. Это, ну, что это? Конечно, рабовладельческий строй, что мы имеем и сейчас. Те бесконечные кумиры. Помните, что вы и есть звезда. Просто надо раскрыть свой потенциал творческий. Мы в этом помогаем. Психотерапия в этом помогает. Я хочу сказать, что у нас есть программа для этого. Мы работаем с людьми. Мы сделали великую видеокнигу «Перемен в жизни. Паноптикум чувств». Она поможет. Есть психотренинги. То есть, психотерапия строится на обращении к сознанию. На формирование осознанности. Осознанного отношения к жизни, к себе. Самонаблюдение. И на обращение к подсознанию, которое может все. С помощью психотерапии зачищаются негативные ментальные программы. Человек избавляется от ложных убеждений. Формируется мировоззрение новое. Приводится мысль в порядок. Человек становится собой. И учится принимать себя. И затем раскрывает свой бесконечный творческий потенциал. И, конечно, я говорил в предыдущем ролике тоже о том, что система не может сделать человека счастливым. И мы видим, сколько несчастных людей в системе. Все, с кем я общался. Люди системы. Полицейские, врачи, учителя. Кто там еще есть. Люди несчастные. Люди, которые невротизированные. Недовольные жизнью. Страдающие. Потому что они не живут своей жизнью. Поэтому, если мы хотим реальных перемен, то реальные перемены могут произойти только благодаря тому, что изменится ваше мировоззрение, ваше отношение к себе. И вы станете психически здоровыми, счастливыми людьми. И тогда уже придут идеи здоровые. И все будет меняться к лучшему. Сейчас я хочу... Да, вы поняли цель политиков. Какая она есть. Это забота только о себе. Конечно, мне могут возразить. Но вы же видите, там какая-то система образования, здравоохранения и так далее. Существует. Ну, конечно, существует. А вы хотите, чтобы экономический концлагерь вымер, что ли? Чтобы его не стало? Нет, конечно. Они... Политики прекрасно понимают, это и будут заботиться. Но вся, в какой-то мере, но вся система, она что? Та же, медицинская, да? Основана на лечении симптомов. Вот так. Задумайтесь об этом и станьте счастливыми. И мы в следующем ролике поговорим о счастье.